Гордейчук, Андрей Володимирович, инспектор управления патрульной полицией в Киеве, номер ДПП 004458. Андрей Петрович Карпович, журналист. Доставник, че нужно будет? Можешь посвящать документы? Можешь посвящать документы? Можешь посвящать документы? Можешь посвящать документы? Ну, а у вас також без номерни. Там есть номер посвящения, все есть. Я могу показать, что это не нужно. Дивите, как вы. Пришел вкладывать судовый сбор. Выбавляют то, что без маски, чем то что, что штат 633 цивильного кода. Штатя 633 цивильного кода. Там говорят. Они надают публичные послуги. Сейчас я ее открою. Публичный договор. В котором одна сторона предпринимает. Главный обвязок создать продаж товаров, надание послуг и т.д. Пункт 5 этой статьи. Актами цивильного законодавства могут быть установлены другие правила, обязательные для сторон при укладывании или выполнении публичного договора. Актами цивильного законодавства есть постановы Кабинета Министров Украины. Сейчас выйдем до карантин. Вот сегодня. Актами есть также постановы Кабинета. Добро. Значит, по забороненному постанову. Правильно? Постановку. Теперь читаем по постановам. Пояснениям они готовят. Теперь на месте. У нас... Подогонили так все, да. Хлопцы, у меня сейчас 27 Вячеслав, у Аске будет справа лежать по скасованию карантинных послуг. Мне раз не хватает постановы про притягнение для заявок обеспечения публичного. Я громадянин, який може прийти в банк и сплатить в кассе те, что мне нужно и куда-то, ну, скористатись послугою банка. Мне нужно сплатить судовый сбор. Я зайшел в кассу, чтобы сплатить судовый сбор. Скористаться вашими послугами. Теперь смотрите. Постановка 211. Ни. Вона была выдана с урахованием решения Державною комиссии с вопросом экологической безопасности до 50 березня 2020. Зараз полиция есть на месте. Мы сейчас поясняем полиции все, что тут происходит. Показываем документы, что самое порушивают працивники банка. В прямом эфире вы можете это все поделиться. Забезпечить неухильное выполнение алгоритмов коммуникационного плана. Чего? Это публичное место. Сейчас охрана запрещает, ваша охрана запрещает нам проводить в видеозъемки. Абан Смотрите, я журналіст. Я журналіст. И вы не имеете права обмежать выполнение моих профессиональных оповедов. Если у вас есть ознаки острого вирусного заболевания, маски могут створить чувство безопасности. Вот такая ситуация. Приймите решение. Харьковское шоссе 58 Абан маска только хворие. И еще и маска должна створить большевое ощущение остальное. Плюс там еще можно достать пачку документов. А, хлопцы, смотрите, еще один батарею покажу. Я в публичном месте. Вибачьте. В публичном месте. Все. 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 Так, нас не будуть обслуговувати? Ви не можете забезпечити виконання закону? Ми напишем вам так. Смотрите. Я вам просто сейчас банки протекую, особи подведем запись. Это мне дали державные санитарные деньги. Вони також посилаются на постановку номер 2719, что я вам сказал по Маске. И на статтю 40 закону про забезпечение санитарно-экономического нового. Лучше населения. В статті 40 сказано, что подание решения установления карантину здействуется в разе введения в Украине надзвичайному стану. Ви викликали поліцію. Ви будете писати заяву? У вас есть уважение про вакцинацию? Нет, нет. А чому вы закрываете? Ви заважаете мне працювати? Я в публичном месте. Я в публичном месте. Я в публичном месте. Я в публичном месте. Я в банку відомлю. Ведите від меня. Ви хворая людина. Ви в маске. Это будет перешеджение журналистских деятельностей. 307 статтят цивильного кодекса. Физичная особа может быть знята на фото, кино, тегле или в видеоплевку только из своей згодой. Згода особи на снимании фото, кино, теле или в видеоплевки припускается, если снимки проводятся открыто на улице, на сборах, на конференциях, на других заходах публичного характера. Физичная основа. Мне лучше не надо. Нет. Мы еще ждем. Вы сейчас выполняете выполнять публичный договор. У вас нет вакцинации? Меня зовут Сергей. Вы вакцинации? А что я должен вакцинацией? Працовник банку вимагает у нас вакцинацию, забороняет видеозъемку в примечении. Это публичное место. И, до речи, мы журналісти. И редакционное Зараз полиция приехала, мы будем складывать по данному привозу заявку и, соответственно, притягивать банк за порушение цивильного кодекса, статтей 633. Зателефонуйте, будь ласка, своим подлеглим, чтобы они обслужили и не порушивали закон, и не створювать работу и полиции, и охраны, и чтобы они не потеряли свой час. Мы же не пришли конфликтовать, обслужили и мы пошли. Чи вы хотите створювать нам контент? Я еще раз вас питаю, вы выполняетесь выполнять публичный договор или нет? Я вас сейчас питаю... А, ну, через 7 дней вы уже будете в суде. Мы сегодня приготовим хожу и направим до суду. Дякую за реагу. Вы выполняетесь, вы выполняете публичный договор. Все, все. Нет, нет, вы даже не подождите. Теперь вы давайте подождите. Нет, мы только подождем. Сейчас я вам обслуживаю. Все, давай, берите свои, берите свои, берите свои. Займовую голову санитарного лекаря. А вы, будь ласка, распишитесь, потому что, ну, хлопцы, не кажешь, тут распишется, потому что тут что-то распечатано. Это одно, это другое, листок-друге, листок-перше, не печатите ничего. Махина поставить, и мы пошли. Тобто, что вы нам, будь ласка, как-то завязывайте себе документы, власники. Что это не ксерокопия как-то? Да, вы, как же скажем, какие-то права надали, а даже какие-то печатки, потому что, ну, при чем мы, хлопцы, действительно. И где вы его взяли? Да. Ну, смотрите, есть, есть на видео. Сейчас зафиксируйте, мы приехали дальше. Ну, нам же ж надо официально, чтобы было. А то, что это за бумажки? Ну, распечатали и брали. Таких можно не печатать, бокс на бумажку. А главное, чтобы, я ваша печатка. Печатка, подписка, мы себе поехали. Не, это ранее. Сергей Залезный, ты задаешь вопрос, чего вы без маски? Ты ж працюешь где, в Венбесте? Прийди и я тебе сам все расскажу. Ты ж поряд живешь. Ты ж поряд живешь. Прийди вечером до меня, я тебе расскажу, чего и что и как. Да, чтобы вы реализовали действительно, что это нам было в цинбанке, что тут отказались виконати публичный договор, потому что это стерна способа. Все, давай, закинь. Теперь, шановные граждане, я просто знаю, что они выполнили публичный договор, 633 статтю, с посиланием на часть 5, что если актами цивильного законодательства установлено инше, то застосовываются акты цивильного законодательства. Постановить кабинет с актами цивильного законодательства, постановить под законными нормативно-правными актами, которые не имеют права обмеживать мои права и свободы, а также интересы. Что до сплата, я хотел зайти, сплатить судовый сбор, в сумме 1262 гривен, 20,5. Кошти, которые собрали люди. Кошти, которые собрали люди, чтобы сплатить судовый сбор по справе на аннулювание судовства политической партии «Слугам народу». Отказались, отказались, отказались. Отказались. Вони уже втрутились в мое право, не выполнили мого публичного договора по европейским договорам, 30% по европейским нормативам от подлаго. Таким чином, убирали нас доступ к правосудию, да? Да, 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 с посиланием именно на нормативное правительство, если бы ему похоже. Да, Сергей, нас не хотят обслуговывать без маски. Полиция надает послуг. С охороны правительства вы тут. Забеспечьте, пожалуйста, мое право на бесплатную банку кошт. Сум прохладно, хорошо. Або мы завтра приведем невакцинованных людей, и вы вряд ли сможете обслуговывать вакцинованных. А вы вакцинованы, до речи, или нет? Да, 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 это хорошо. Все, дякую. Все, все, добре. Андрей, добре, пишите. Сейчас, 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 сейчас. Тут, смотрите. Тут листочок 3 какой-то, да? Листочок 3. Тут листочок не номера, ничего не было. Тут листочок 2. Где первый листочок? Это распоряжение намного? Я понимаю. Вы, будь ласка, каждый проставьте штамп. Я вас хочу. Потому что тут не понимаю. Тут третий, на зворотной стороне немаленько ничего. Хоть тут другий листочок, я не вижу. Протокол, что постановите или нет? Получается, если честный будет без... Конечно, можно составить. Протокол, постанов по статті 44 и 3 Кубак. Вы нам, будь ласка, подпечатайте. Потому что это же пиде как доказ. Это же пиде как доказ. Вы понимаете? Даже по этой справе, если сейчас столбцы снимают по-сторону, они не имеют права, тем больше не подпишутся. Подпечатайте, будь ласка, постельный случай. Потому что тут я просто разговариваю. Дивите. Первого нема, второго нема. Тим больше, руководство банка вашего мы уже поведомили. Заявка оформлена. Протокол, пожалуйста. Не протокол, а постанова. Постанова, постанова. Протокол для того, чтобы вы выполняли. Чаши, чтобы заберем документы. Ну, проставьте. Дорогой же, вы вакцинованы? Я в маске. А в маске? А в маске... А в маске повинні... Треба вакцинувати. А вам показали официйный документ, хто повинен от находиться? Столько хворя. Столько хворя. Так я вам скажу, взнос. Это ваша субъективная димуга. А что вы обратитесь до полиции? Полиция не может забезпечить наше право сплатить судовый сбор в кассе. А зараз вы что-то вимагаете? Давайте в Рівнику уже будем ситуация. Вы керуйте своей охороной, с которой у вас договоры. А полиция служит народу. И не штукайте их на злочин. Это же не каральная полиция. Полиция же не наймалася до вас охоронять ваш бизнес? Не наймалася. А если вы считаете, то нужно запрещение голове оборвать. Если они действительно увидят как право полушку. Не увидят, не оформят. Это же такое. Нормально. Нормально. Что вы нажали? Нормально. Лечебки на этих поморочках поставьте, пожалуйста. Кого? Включаточные подписи. А кто? А что они сняли? Бандоны. Они сняли? А кто? У меня. Лучка пока и стоят, которая там один из бюджетов не может быть. Позволь, да. Это не надо. Это не надо. Отлично. За подготовки. В этом раз я здесь не съеду. О, до речи, я хочу сдачу на мою громадянку. Ця жіночка, что ей намекала что-то на вакцинацию. Тобто, незареєстрованными препаратами вакцины. Люди від них докнут, вибачте за цинізм, але так и нет. Від вакцинації, до речи, звільнили всех від відповідальності за будь-які наслідки. Тобто, вона ще хоче, щоб мене провакцинували, щоб я ще потім і сліяв властик. І від цього звільнити від відповідальності. Тобто, це ще йде вплив, вплив, і примушення в мене тоді, не безбачене цінного провакцинації, з метою зашкодити моєму здоров'ю. Не знаєте, не, статюйці Витва закону про лікарський завтрак. Збивили всі відповідальності, причетні до вакцинації. Задуміть, як і нас. То ви ще зараз хочете, щоб я її власти сліяв в вакцинації? Давай, бери, діти. Бумажки пішли, не будемо затримувати їх охороною. Борис Маматов, у вас в Москві є такі шоу? І вас, будь ласка, діолина Керковенко, керівник відділення. Керівник відділення. Друга? Достатньо, що вам? Я так. Дож, нам не захотів про печатку. Забіться, а чому у вас маска на дізнену діолу? Чому ви зараз порушуєте постанову? Не везуті, якщо там, якщо там, якщо там, якщо там, якщо там, якщо там. Адрюха, пишуть сингушеки, і тут всі ходять без масок. До речі, шановні громадяни, якщо ви не знаєте, може ще не чути. Ви я, будь ласка, поставте на печатку. Давайте ми свої посвідчення дамо, ви сфотографуєте. А, ми ще можемо, давайте ми зробити свої документи дамо. Щоб, якщо вам почнуть щось те саме, що на вас впливать, я ще сьогодні виступлю на вашій татис. Я знаю. Ви нам, будь ласка, пропечатайте документи. І наші документи дамо, щоб знали, хто порушник. Все равно наша заявка там вже є. Так, хто порушники, щоб знали. Хто ці злодії, які прийшли без нас. Негабярі, паразії. Зліни, що ж не це, це два. Ну, що ж не це зліни, ми їх пачкає. У нас порушується юридична рівність наших цивільних відмовців. Давайте ми вам дамо свої посвідчення, редакційне завдання, все дамо. І отраз по карантину редакційне завдання, ми будемо виразити з собою. Це буде мій любимий банк. Так, якось ви вже так не дуже хочете їх печатати, збисвати. З вашими документами, що ви нам їх вчилили. Можемо прийшли, щоб з кожної сторони, далі підписати. І підписувати вашу. І посадку, будь ласка, це значить. Дякую. Дякую. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok 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 и попробовать своё счастье в других банках, что и мы сегодня сделаем. Потому что люди собрали деньги на судовый сбор, и мы его сегодня должны платить и, соответственно, завести в суд. Другого раза мы прийдем с Держпродспоживслужбой, а также с другими органами, чтобы они склали на них протокол за неякісное надание послуг, за невиконание публичного договора и так далее, и тому подобное. Тобто, их нужно привчить, чтобы они выполнили закон, а не посилались на какие-то постановы, наказавши, что им так хочется. И распоряджение, да. А, соответственно, в статті 60 громадянин, который знает Конституцию, может не выполнять злочинные распоряджения и постановы. Сейчас мы едем в полицию, в отдел полиции на Российскую. Дякую, что были с нами.